В Омской области дорожники не справляются со снежными заносами на трассах. Уже второй день на дорогах региона переметы блокировали движение транспорта. Дети не ходят в школы и детские сады, а люди не могут добраться до работы или наоборот вернуться домой. Но, как прогнозируют синоптики, это только начало дорожного коллапса. Подробнее расскажет Тахминат Инысова. Не проехать, не пройти. В поселке Зеленое поле, кроме электричества, коммунальных благ нет. А теперь и дорог. Жители на улицу не выходят, просто незачем. Поселок занесло так, что даже из собственного двора выйти непросто. Три дня метель, снег, все замело. В школу дети не пошли, ни один человек. В садик тоже дети не пошли. Глава бросает телефон, говорит, чем вы думали, когда здесь покупали землю. Вот такие дела. Скорая проехать не может, магазин закрыт, так как завоза нет. Физически невозможно проехать. Справиться с последствиями стихии не смогли не только в этом поселке. В снежный плен попали автомобили на 10 участках областных магистралей. За один только вечер в единую диспетчерскую службу поступило более 40 сообщений о заторах и запереметов. Трасса в Омском районе превратилась в узкую однополосную дорогу. Встречным автомобилям не разъехаться. Высота сугроба вдоль дороги выше человеческого роста. Но даже если удастся проехать по такому тоннелю из снежного плена, все же не выбраться. Дорога, которая ведет в три поселка, до сих пор не расчищена. Люди часами ждут проезда, а некоторые не могут попасть домой уже вторые сутки. Стоим с самого утра. Со скольки примерно? Девяти часов утра стоим. Там находятся три деревни. Ну вот никак, ни туда, ни оттуда люди не могут выбраться. Мы двое суток, мы не можем просто попасть домой от дома хозяйства куры. И вообще мы каждый день ездим на работу в город. По подсчетам, жителей в час чистится примерно 70 метров дороги. А до ближайшего поселка еще около полутора километров. При этом в региональном Минструе заявляют, все под контролем. Дороги чистят около 300 единиц спецтехники. Дополнительные силы на борьбу со снегом направлять не собираются. Техника областных ДРСУ с 5 утра и до 12 вечера, наши специалисты, наша техника работает. Но при интенсивном ветре у нас происходит так, что прошел в одну сторону, половину дороги прочистил, возвращается техника назад, а то, что прочищено, его уже заново замело. Согласно нормативу, дорога должна быть расчищена через 4-6 часов после окончания снегопада. Но переметы – это снежная масса, которую ветер приносит с полей. А значит, к этому погодному явлению нормативы не применяются. При этом, по прогнозам синоптиков, будет еще хуже. 26 и 27 февраля ожидается буран. Это сильный ветер. Достигнет ли он критериев опасного явления, мы пока еще расчеты делаем, потому что дата – это далека. И вот сказать с такой вероятностью 97% пока еще очень сложно. Но обычно это вот, когда опасные явления, они прогнозируются хорошо, если это будет одни-двое суток, чаще это бывает несколько часов. Зато в другом синоптики уверены – в марте снега выпадет много. В это время, год назад, сугробы вдоль дорог достигали 4 метров. Тахмина Тынысова, Алексей Вагапов, Дмитрий Ковалев и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.